Здравствуйте, мои хорошие, погода ужасная, всю ночь шел дождь и сейчас идет такой вот, знаете, ну дождь, а мне нужно ехать в город. Дело в том, что вернули мне деньги за духи, вернули, перечислили на карточку, я сейчас поеду, сниму, мне наличные нужны, поизвинялись. Ну это все операторы, это не администрация, ничего, и вопрос тот, ну давайте будем ехать, а я вам потом расскажу, хорошо, чтобы не терять время, потому что потом мне нужно новую почту, там к обеду ближе много сильно народа, поэтому я буду сейчас ехать и буду вам все рассказывать, хорошо, чтобы не терять время. Машина прогревается, давайте я вам расскажу. Значит, оказалось то, что тех духов, которые были по прайсу, ну хотя бы внешне, которые похожи, не оказалось на складе, и они мне прислали вот эту вот такую туалетную воду, то есть, как говорится, знаете, на тубины божи, шамнины гожи. И, ну я так думаю, что я вчера им, они мне писали, вот даже если вы мне не верите, я вам сейчас покажу, девочка связывалась со мной, я думала, что это развод насчет денег, все-таки они мне так категорически сказали, что нет, ну видите ли, получилось, что да. К чему это я все говорю? Что не бойтесь, не бойтесь, нужно отстаивать свои, как говорится, права, и все у вас получится. Вот, смотрите, видите, вот, сервис у них есть все, фирма, он телефон, фирма не бедная, так поняла, фирма непростая, и я им написала, даже могу почитать, что я написала, я не ругала их, ничего, просто смотрите, спасибо, будьте внимательны, к заказчикам, это не лично к этой девочке, это не лично к вам, я обязательно озвучу ситуацию в видео, простите за сложившуюся ситуацию, то есть мне еще перед этими девочками просто неудобно, перед операторами, с которыми я разговаривала. Что я хочу сказать, эта ситуация разрулилась, но, мои хорошие, я сейчас обращаюсь к женщинам, которые, вот как я, которые с интернет-магазинами дружат очень-очень мало. Вы знаете, спасибо большое подписчикам, которые начали писать мне кучу сайтов, вот, вот здесь мы заказываем, вот здесь это проверено, все, дорогие мои, это не значит, что я, если обожглась вот на этом сайте, то нужно прекратить и смотреть на меня, не заказывать, заказывайте, только будьте умнее, вы поймите, что правильно, эта фирма продает парфюмы, это не оригинал, цена ставится специально, и вот эти акции, это специально, я на это очень часто ловлюсь. И понятно, что такие духи купить за такие деньги невозможно, поэтому надо думать головой, Али надо было думать, что оно, ну, я думала, что хотя бы будет похоже хоть чуть-чуть, вот как Сашунины я открыла, я уже не выдержала, то они хотя бы приближенно первый запах похож, потом они быстро улетают, конечно, понятно, что отличаются от оригинала, от того, но хоть что-то есть общее. Так что, мои хорошие, ситуация разрулилась, приятно, что она разрулилась, и неприятно одно, что надо было завести этот, даже это не диалог, а как правильно сказать, что я одна стучалась в двери, в окна, а мне никто не отвечал, мне никто не отвечал, мне пришлось идти на обман. Ну, поэтому, мои хорошие, не переживайте, а то вы мне спрашиваете, что там, что там, что там с духами. Духи, а, а духи, я же говорю, мне не нужны духи, я не люблю, я не привыкла, как говорится, на шарика чем-то пользоваться. Давайте я вам перешлю духи, скажите, куда что. Мне ответили, пересылать ничего не надо. То есть, здесь получилось, и мне деньги вернули, и этот парфюм остался. Ну, знаете, честно говоря, жаба давила, я думала, вот буду брызгать там, вы знаете где, но думаю, за 600 гривен что-то дороговато. Ну, теперь уже можно брызгать, потому что, как говорится, бесплатно. Вот в этом отношении, как говорится, спасибо за то, что откликнулись. Я вам скажу, что не вернули бы деньги, ладно, господи, я бы пережила эту потерю, ничего страшного. Просто даже мне здесь приятно не то, что мне вернули деньги, а что состоялся диалог, и люди пошли навстречу, выслушали. Ну, я не знаю как, так что, дорогие мои, к чему это я говорю? Никогда не бойтесь стучать в закрытую дверь. Стучите кулаком, не открывают, стучите ногой, все равно откроют. Я всю жизнь так, всю жизнь, вот, иду по жизни, и за свое, я еще могу где-то, знаете так, тыки-пыки. А за, если я знаю, что вот человек прав, ему не идут навстречу. Я с невесткой, со своей Ларисой ходила, ей продали в оборудование для газовых котлов такую трубочку, и где мы не ездили, где мы не ходили, господи боже мой, ну да, закончилось тем, что выписали там маленький штраф тому хозяину, но все равно мы добивались, мы добивались. Поэтому, о, мусорка едет, приедет она здесь. Я вам покажу нашу мусорку, секунду. Видите, такая большая машина, вот она ездит, у них график, смотря по какой улице, когда едет. И вот она едет сейчас по кругу, по Попово, вот здесь по Шишкино, по проезду Шишкино, и собирает мусорные пакеты. Вот видите, сзади там сидят два мужчиночки, которые, видите, там красиво привязаны. И вот они, бывает, что я, давай, давай, бывает, что я сама мусор бросаю, а так бывает, что они бросают, вот они, видишь. Конечно, мокрые, бедные, господи, и что же вам не дали даже палаточек, господи боже мой. Оно сейчас, их стали далеко, вы не видите, будет высыпать мусор перед моим. Сейчас, сейчас я включу на себя, вы увидите. Не знаю, чтобы тут ковш не подымали, потому что, когда подымают, не, у меня мусора мало не будет. Все, видите, поехала машина, надо включить, пусть прогревается стекло заднее. Так что, все, мои хорошие, спасибо вам за заботу, будьте просто внимательны. И знаете что, вот эти акции, это специально какие-то такие есть курсы, я же знаю это, где учат людей. А мы, а я лично попадаюсь на эти акции. Если духи стоили 2,5 тысячи, они не могут стоить 600. Ну какая скидка, вы что это вообще? Просто-напросто как даром. Вот я часто попадаюсь на эти акции. Вот нам нужно будет в прямом эфире затронуть такую тему. Я и акции, мое отношение к акции. Я вам расскажу. Я, конечно, дуб-дуб, я бореза в этом. Я, где вижу красный ценник, у меня глаза как у быка, и я лечу туда. Так, все, поехали, потому что работы много. И у меня на кухне там рецепт выстаивается. Не знаю, будете увидеть его. Я готовлю, вы все просите куличи, куличи, куличи. Но вы знаете, что куличи я готовлю раз в году. Правильный кулич и со всеми этими обычаями, с глазурью и с формами. Это только перед Пасхой. Но я понимаю, что если я буду готовить перед Пасхой, вы не успеете их сделать. Поэтому у меня есть много рецептов. Ищите куличи того года. Они очень вкусные, проверенные. Но сегодня я еще готовлю тоже один рецепт очень простого, очень быстрого, можно сказать, даже бюджетного кулича. Так что вы его увидите в следующем видео. Опару замесила и поехала по делам. Все, мои хорошие, поехали. Машиночка прогрелась, а мы с вами едем. Снега уже, как и не было, да? Да. Ну дождь, дождь, это вы не представляете. Просто сейчас немножечко перешел. Я пока бегала туда-сюда, у меня... О, какая собака, смотри, какая овчарка. У-у-у. У меня волосы все мокрые уже. Помыла волосы, высушила феном. Пока туда-сюда, по двору, уже мокрые. Так что, вот так я вам сейчас почищу. Вот. И надо к мастеру заехать, чтобы посмотрела эту рулевую колонку, сколько она стоит. Она мне раздражает, что она геркает. Может, поменяю. Приехала, сейчас зайду вот в этот галактику. Хочу вам показать вот этого чувачка. Остапа Бендера, видите, у нас он стоит. Все памятники поумирали, а вот Остап... Так, голодное детство. В Кременчуге, видите, какой... Надо было сделать такой постамент. Гиря. И чувачок курит. Сигарету сломали уже, видишь? И стул. На этот стул садишься и фотографируешься. Сфоткаться? Сейчас сфоткаемся. Сейчас, секундочку. На стуле мокрое сидеть, но я присела. Чем-то, между прочим, как-то так сделал автор, что немножко похоже на Олега Бабаева. Вот зачем, непонятно ли. Внешне. Ножка маленькая Вастапа Бендера. Смотри, 36-й. Эх, слабенький такой. Все, пойдемте вовнутрь. Это улица, вот бренд. Логен, смак, мясная лавка. Раньше был... Кто раньше тут жил, кто тут... Помните, была столовая, был Кременчугский хлебзаводовский магазин. Теперь все, ничего нету. А вот это старое здание, которое... Здесь сталинские квартирки в этом. Игорь, знакомый, живет сейчас в Германии. А квартира тут есть. Видите, он уже наверху. Скоро-скоро башенки начнут рушиться. Это старое-старое-старое здание. Квартиры хорошие. Там такие коридоры, что можно на велосипеде ездить. Но нужно, конечно, внешне, только внутри, а внешне немножко поддерживать. Так, ладно, идемте. Так, здесь магазин. Это магазин Фуршет. Тут немножко неудобно заезжать. Я тут редко бываю. Но здесь и вещи, и... Сейчас мы быстренько пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Что-то надо каких-то овощей купить. У меня ничего нет. Вот, смотрите, уже для Пасхи, видите, всякие мука вот продается. И всевозможные присыпочки. Вот барваныки золотые такие. Смотрите, сколько барваныков. Присыпки, пысанки. Вот, смотрите, натуральный краситель для пасхальных яиц. Это шелуха с лука. Обалдеть. И знаете, сколько стоит? 10 рублей. Ух ты мой. А вот натуральный куркума. Смотрите. Видите, как... Телефон у меня или нет, а секундочку? Нет, показалось. Вот это да, уже попридумывали. Барваныки натуральный. Пысанка, видите. Монастырь. Ну, это внутри вот такие ленты. Вот это ленты мне больше всего нравятся. Туда яйца... Только нужно смотреть, чтобы большие они были, потому что диаметр бывает маленький, туда яйцо не влазит. Вот красивые такие наклеечки. Смотрите. Видите, какие красивые. Тут всякие, всякие, всякие глазури. Вот, пожалуйста, если у вас не получается глазурь, купили, взбили и, пожалуйста, готово. Присыпки. Но это я не покупаю, у меня этого куча. Вот такие формы разовые, видите. Может, даже мне взять сейчас бумажную, но она плохо, плохо вылазит. Вот сейчас можно показать на этой форме. Но она пристанет к ней, я не люблю этого. Так, вот такие вот, смотри. Ой, тут и ванильный сахар, и курага, и распу... Видите, вот всякие добавки, все, что хотите. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, сколько такая форма стоит. Вот это разъемная. А нет, она не разъемная. Я думала, она разъемная. А тут дно, видите, тут дно вытаскивается или выпало, не знаю. А сколько она стоит, ценника не вижу. То есть, можете купить, а можете, как я вам показывала, вот красивые. Смотрите, какие штучки. Смотрите, какие розы. Вот такие маки, червони. Юначе, бессонья. Красиво, да? И крестик есть. То есть, лишь бы вы готовили куличи, а все остальное, пожалуйста, за вас уже подумали и за вас уже сделали. Так, смотрите, какая хорошая цена на шоколад. 18,95. А сколько? 80% сейчас посмотрим. 80% я не вижу. Так, тут музычка. Купилась? До свидания. Девушка говорит, что так молоко пыла? Скажу, что две пачки на будущую Пасху и баночку икры ментая. Хотела, там еще было трески, но что-то треску я не нашла. А ментай нашла. И все. Что ж, лирую что-то покупать. Вот курсы доллара наши. 26,40. Упал. Хорошо упал. Так, ну что? Меняем от старого на нового золота. Ничего себе. Это почта желтая наша. Центральная. Все, поехали дальше. Здравствуйте, мои хорошие. Я дома. Заехала в магазин. Смотрите, купила себе вот такую сумку. Сюда и компьютер влезет. Видите, какая она хорошая. И кое-какие вещи влезут. У меня чемодан есть. Но в дорогу вот такая сумочка. Просто класс. Она не очень большая. Замок расстегивается. Тут вот видите на этом. Тут напишу, кто я такая. Вот вместо духовку купила себе вот такую сумку. Она такого темно-темно-коричневого цвета. Плохо видно сейчас. Вместительная. И там замочки. Видите, и там. И сеточка. Сюда что-то можно вставить. Главное, что компьютер влезет. Всякие привомбасы. Так что я купила себе сумку. Все, мои хорошие. Вот такое путешествие. Вернее, даже не путешествие. А ответ. Это видео. Ответ вам на вопрос. Что же с деньгами насчет духов? Все нормально. Так что все, мои хорошие. Смотрите это короткое видео. И прежде чем что-то делать, думайте головой.